Добрый день, дорогие друзья! Немного оценок в Турции в 2023 году. Мясо подорожало, 1 килограмм баранины, ну мягкая часть, стоит 227 лир. Можете посчитать, курс покупки доллара стоит примерно 18 лир, 70 куруш. Гречка по 57-50, одна пачка, памперсы 8 размер, у кого дети, я имею ввиду, стоят почти что 220 лир, там 31 штука пачки. Мы вчера взяли одеяло, ну написано памук, то есть хлопок, ну на самом деле шерсть, потому что легкое очень одеяло, стоит 600 лир. Вроде ничего не купили, заплатили практически 2180 лир. Вот считайте, больше 100 долларов, там даже не знаю сколько. Автобус стоит столько же, я имею ввиду, билеты. Но есть еще одна новость, буквально час назад вышло видео одного парня из Алании, ему в феврале надо продлевать ВНЖ, он зашел в иммиграционную службу. Где ему сказали, может даже не подавать документы, продления не будет. Нам надо продлевать тоже в феврале, правда 2024 года, но мы морально к этому готовы, потому что так и рассчитывали, что не будут продлевать. Поэтому заранее обратимся, если не продлят, то потихонечку продадим то, что нам не надо. Может быть даже хозяин самый купит, он денежный человек, я имею ввиду у него магазин. И если получится, отвезем телевизор на Филиппины, все-таки жалко, почти 1000 долларов стоит. Ну время покажет. На этом до свидания, счастливо, всего хорошего. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если кто сейчас живет в Турции, имейте ввиду. Ну а то, что первичные ВНЖ не выдаются, наверное, уже все знают.